Азербайджан – эквивалент преступности и расизма. На курсах НАТО в 2004 году, в столице Венгрии Будапеште был убит армянский офицер Гурген Маргарян. Преступник, участник тех же курсов, офицер ВЕС Азербайджана Рамиль Сафаров на рассвете 19 февраля 2004 года проник в комнату и нанес спящему Маргаряну 16 ударов заранее купленным топором. Затем убийца спокойно стоял и курил над телом юноши, после чего с окровавленным топором в руке направился в комнату второго армянского офицера с целью убийства. Однако, к счастью, ему помешали. Трагедия произошла в Будапеште, где проходили трехмесячные курсы английского языка для офицеров разных стран в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира». 13 апреля 2006 года Венгерский суд приговорил убийцу к пожизненному заключению без права подачи прошения о помиловании в течение первых 30 лет. К годовщине убийства Гургена Маргаряна в рамках проекта «Обыкновенный геноцид» был подготовлен видеоматериал «Азербайджан расизм без границ на русском и английском языках», в котором в сжатой форме представлена история потрясшего мир убийства, а также последующей экстрадиции и героизации Сафарова в Азербайджане. Показательно, что в качестве саундтрека авторы избрали часть симфонии номер 7, Ленинградской, Д. Шостаковича, известную как «Нашествие фашистов». Примерно в те же дни в сети появилась также венгерская версия видеоматериала. Проект «Обыкновенный геноцид» реализовался Центром информации и общественных связей аппарата президента РАА «Напомним», об экстрадиции Рамиля Сафарова на родину и его помиловании указом президента Азербайджана Ильхама Алиева стало известно 31 августа 2012 года. В связи с экстрадицией Сафарова в Азербайджан президент Армении Серж Сарксян объявил о прекращении депотношений с Венгрией. Экстрадицию, помилование и героизацию Сафарова в Азербайджане осудили президент США Барак Обама, госдеп США, МИДы России и Франции, Генсек Совета Европы, Генсек ОДКБ, НАТО и Международные правозащитные организации. Осуждающую резолюцию принял также Европарламент. Азербайджан преступность и расизм без границ. 19 февраля 2004 года Рамиль Сафаров убил